привет всем сегодня у нас понедельник будни пошли но я дома мне сегодня вообще выходной завтра послезавтра рабочие дни но я не знаю по своему состоянию что вообще мне вот пойду я не пойду не знаю пока об этом чуть попозже давайте вам покажу заказ сбегала сейчас в зон забрала сын в девятом классе сейчас вообще школа тянет то ту книжку купит эту книжку купи уже столько денег потратила эти углы вот купила 50 заданий можно потому эти не успеют это решать эти все 50 заданий накупила что делать всем по все покупают поэтому вот 1200 вот здесь вот лежит две книженцы вот такие вот и самое интересное что это на один раз ладно там если по кириллу пищу досталось да но они же каждый год разные все поэтому вот 1200 на один раз вообще денег уже столько высосали это только октябрь месяц еще весь год учебный впереди постоянно что-то купить что-то купить что-то купить ту книжечку тут ту тетрадочку в общем пошла забрала занимается теперь хоть занимайся хоть учись уж чтоб хоть не зря это все покупалась клин я-то знаю что у меня ребенок заст экзамен сам факт что нужно это все купить без этаж извиняюсь за мой внешний вид попытался немножко порядок привести сейчас ходила вазу конечно там ветер у нас на улице нас похолодало знаете вроде как-то не очень холодно но вот бывает какое-то место на улице там за угол завернешь такой ветер вообще сильнейший просто дует надышалась опять холодным так-то в принципе не холодно без шапки комфортно идешь но куртку одевала надевала на себя и дети сегодня в куртках пошли в школу вчера весь вечер шел дождь в ростове не знаю там у нас в хуторе шел или нет на даче дождь в ростове шел весь вечер и ночью шел сейчас пасмурно прям вообще сегодня еле встали так спать хочется темно вот я продолжаю болеть вроде лучше стало знаете а вроде ну выходит отсюда вот мокрота прям кашель такой сильный я сейчас уже хочу кашлят минуту говорю потом пять минут откашливаю здесь с улицы сейчас пришла кашляла кашляла думал да будешь ты мол когда что все пройдет и вот я не знаю завтра попаду на работу или нет потому что так вот целый день кашляет на мне бывает я ночью вставала два раза першит в горле и я не в бронхах бронхах мокроты все вместе понимаете и тут же и насморк и вставала воду пила потому что першит в горле вообще по страшному если на работе так прихватит пипец постоянно куда-то убегать чтобы покашлять потому что люди ходят покупатели а ты стоишь закашливаешь поэтому не знаю еще понаблюдаю это вечера как она будет сейчас заварю себе травяной чай буду пить чай чай лекарства я выпила уже целый флакон сиропа таблетки пила уже не хочу этот сироп пить уж тошно вот ну а сегодня я дома что буду делать вчера ужин я готовила ужин обед на сегодня такой курицу с рисом сегодня у меня лишь там кусок свинины надо с ней что-то сделать я не знаю что надо заморозить болгарский перец порезать и хотела еще пирог испечь на эти зебра что вспомнила давно не пекла пирог зебра хочу ну посмотрю сейчас яйца купила пошла мука есть у меня и купила еще молоко манки захотела думаю детям на завтрак сама что-то захотела так мне в последнее время почему-то на молочку потянула я вчера молоко пила прям пол бутылки выпила сама то кефир мне хочется то молочка тут творог не знаю чем это связано сейчас знаете такая мода отказываться от молочки а я наоборот не знаю почему люди отказываются типа это как-то ну понятно что там жиры еда но человеку что же нужны и жиры и белки и углеводы нужны и и так вот от всего отказаться я тут не понимаю может я не права конечно у меня конечно тоже есть лишний вес но так вот как-то взять я отказалась от молочки или вот еще не понимаю я отказалась от кофе почему люди отказываются от кофе я не понимаю не понятно что те кто там пьют по 10 чашек в день это нужно отказаться если одну две чашечки в день выпить мне кажется это ну как неплохо даже кофе считают полезным и для сердца полезный кофе вот ну я не считаю тот который вот с автоматов с автоматов я вообще не пью я однажды пила кофе с автомата и потом еле доехала домой мне это было плохо я думала где-то просто уподубленный потеряю сознание мне так не очень было плохо вот единственный раз я выпила вот этот кофе не знаете выпила немножко походила потом села в автобус это было давным-давно еще еду в автобусе и чувствую что мне плохо меня кидают жар я вся мокрая стою начинает кружиться голова сердце просто вот так вот выпрыгивает у меня из меня я потом еле-еле домой дошла с автобуса вылезла по стеночке по зашла в квартиру муж так испугался как ты чё вот весов поставила это просто с кофе потому что у меня никогда такого не было и вот единственный раз я попробовала и поэтому я вот такой кофе я не сама не пью другим не советую пить а вот дома я покупаю зерна я у перемалываю бывает что покупаю уже молотый кофе но в основном я зернах покупаю перемалываю сама его либо завариваю кипятком либо варю ты нас настоящий натуральный кофе а то что в автоматах там добавляют как мало чего в нем и так есть кофеин еще дополнительно кофеин туда добавляют еще вот эти всякие добавки которые с сиропа из миров и вот эти из чего она сделана все непонятно и недавно что меня за кофе так тема пробила извиняюсь недавно что ехали и вот ну постоянно по городу вижу вот эти машины с кофе стоят ну в основном парни торгуют стоит машина просто зонтик нате и у него внутри машины вот этот кофе кофе аппарат вот это кофеварка это стоит кофе машина в общем сироп и всякие вот эти пыльные бутылки знаете вдоль дороги они стоят тут машины ездит вот этот кофе блин непонятно стаканчики откуда он достает вообще я думаю блин кто пьет вообще этот кофе и вот передача была что мало чего аппараты вот в торговых центрах стоят кофейные вот эти их никто никогда не промывает а вот эти машины я тоже сомневаюсь что кто-то когда ты их промывает чистит какие-то фильтры меняет и внутри там скапливается и плесень и всякое такое поэтому блин я не пробовала не хочу даже пробовать этой машины кофе так что так вот а натуральный кофе мне кажется даже полезные вот по утрам выпиваю большую кружку кофе натурального хорошо и вечером могу выпить и сплю нормально как бы ну это наверно индивидуально такое вот что говорят кофе выпью не могу спать потом меня с этим все нормально растворимая и редко-редко и на работе могу выпить растворимый кофе даже вот монарх как он из кафе дорогое знаете и меня потом изжога от него какой-то вот непонятно вообще и вкус цикории не кофе а цикория но редко на работе могу выпить а так дома муж вообще кофе не пьет тут тоже редко может раз полгода если выпьет кружечку вот я себе делаю такой натуральный все так ладно пошла из надо откашляться нормально мне терплю терплю все сейчас займусь домашними делами вот но сегодня праздник покров как бы особо ничего такое нельзя делать уборкой не буду заниматься но кушать готовить на обед есть а вот на сегодня на завтра себе еще на работу пойду не знаю то нужно наготовить посмотрю по состоянию пойду не пойду как будет если что потом буду для вас что-нибудь снимать оставайтесь со мной и так я тут перчиками занялась такой пакетик на заморозку и вот эти вот но они маленькие конечно но все равно прикольно будет на фарширую у меня есть лопатка такой кусочек с косточкой и сейчас по обрезаю мясо попробую в блендере сделать фарш потому что мясорубка мясорубка моя осталась на даче вот ну блендере вроде когда-то тело более мне нужно чуть-чуть фарша вот остальное наверное потушу просто мясо вот а косточку оставлю на борщ в общем так ладонько буду заниматься потом вам покажу что мне получилось а кстати вот помидорчики наши такие все буду готовить блин я испортила блендер в этой чаше перекручивала фарш но он перекрутился ну теперь все вот уже даже не не гудит все только чтобы а вот все хана мой любимый такой офигенный блин мимо ударил как-то на новый год придется опять его просить такой классный блин испортила связалась с этим фаршем не знаю может придет что-то посмотрит а что тут посмотришь он даже не открывается ничего наверно сгорел но слегка тепленький наверно от напряжения от этого мясо крутил хотя я когда-то крутила нормально было и вот кнопка что-то не работает что-то не нажимается короче испортилась ладно фарширую сейчас перчики а это мясо порежу потушу просто короче готовлю я кушать это я была блендер сгоревший я нож вот этот из чаши мыло и как-то блин чуть-чуть вот так вот цепанула и блин нормально так порезалась замотала а бинт кстати купила вот в пятницу думал ваша не были но мы возьму бин дома нету ничего взяла как знала хорошо хоть более-менее доготовить успела мне мясо уже тушится перцы готовы ну гречку яманку сварю а вот посуду недомыла чуть-чуть осталось дети придут домой посуду нету не перчаток у меня не на пальчника чтоб платить на этот на винтик что потом уже приготовлю все покажу вам что приготовил у нас так темно на улице пасмурно сейчас еще 12 не там уже как будто бы вечер мы уже сказала про блендер перед у вас смотрю но он не разбирается вот этот блок там не винтика ничего нету просто цельный такой итак показываю что я тут наготовила перчики фаршированные там внизу морковочка и помидорчики такая подливочка помидорчики подливочка перчики общем все меток называется так мясо просто потушила со специями с солью без лука потому что палец порезала и лук не хотела чистить так гречку сварила на гарнир и здесь манка ну кто захочет вечером вообще на завтрак сварила чтоб утром не варить так вот готовила кушать уже дети пришли со школы сейчас буду кормить их доброе утро у нас следующий день я дома как видите на работу пошла кашель у меня продолжается вчера немного вечера была температура 37 5 ну естественно я сегодня никуда не пошла потому что я не мазохист во-первых над собой издеваться не хочу во вторых люди работая в магазине людей вот это вот кашлять на людей знаете не дай бог еще заражать вот поэтому никуда не пошла не знаю завтра пойду не пойду пока еще не известно и что вы думаете вчера я естественно пирог не сделала зебра как хотела потому что сломался блендер но сейчас думаю достану посмотрю что ж такое включаю он работает может он просто перегрелся и не хотел работать короче я сейчас на радостях буду делать пирог все таки это может быть даже два потому что на нашу семью один пирог это так один раз чай попить сесть поэтому на один у меня точно настрой есть может быть и два приготовлю в общем так так что пошла сейчас почти 9 утра дети в школе у нас на улице моросит дождь пасмурно так серо вообще не люблю такую погоду не люблю осень вот такой вот вообще ужас просто есть еле опять встала я не могу вставать вот как-то тяжело так ноги в руки выламывать выкручивать у меня постоянно вечером тоже ноги крутила на погоду так что пойду делать пирог не знаю буду снимать не буду снимать может быть типа шорт сделаю коротенько такое видео посмотрю сейчас как будет говорить не могу все отключаюсь и так съемки пирога практически завершены он у меня выпекается столько посуды получилось большинство вот от от пирога посуда но еще со вчерашнего вечера завтрака тоже было чем пусть немножко стечет просохнет я пойду чуть передохну потому что все равно слабость какая-то присутствует да и палец разболелся мой порезанный от воды промок вот потом протру берусь по местам и продолжу снимать пирог вот видео пирога будет на моем дзен канале ссылочка внизу под видео подписывайтесь чтобы не пропустить так же подписывайтесь на мой телеграм-канал там я все ссылки скидываю дублирую из youtube из дзен скидываю всякие фотографии общаемся в общем с девчонками переходите тоже подписывайтесь буду рада с вами пообщаться поближе познакомимся и будет дружить все пока отдыхаю оставайтесь со мной дождик у нас поливает интересно на даче есть дождь дождь льет а мне сердце кровью обливается как жаль что клубнику не посадили сейчас бы и дождик поливал принялась бы ничего в субботу посажу все будет нормально нас там асфальт стелят ой фокуса нет тут же этот господи сейчас сетка мешает он стелят асфальт хотя знаете там был хороший асфальт а вот дальше по улице асфальта не было просто щебень и вот я не знаю мне интересно посмотреть будут ли они там его стелить или только здесь просто у нас вот туда чуть дальше в ту сторону вправо там живет человек не знаю семья там наверное живет большой дом каждый год они там что-то переделывают у себя садовник у них там охранник короче все серьезно и вот мне кажется что возле его дома только постели отношу было комфортно а дальше не будут ну посмотрим прям интересно потому что он сажал туи чтобы от нас отгородиться нас там детской площадкой получается дорога вот это проезжая часть и его дом и чтобы от нас отгородиться от простых людишек он посадил за свои деньги туи высокие такие но почему-то в этом году они то ли пропали что я не поняла эту и нету несколько штук там осталось все думаю бедный как же он смотрит теперь на нас убогих короче так вот мы с интересом наблюдаем знаете что же будет как это будет вообще так что так вот так живут богатые и как живут бедные люди ну посмотрим что будет вот второй день уже она первый день когда этого перед выходными еще сгрызли короче тут этот асфальт ну сняли пони верхний слой и вот со вчерашнего дня с начали стелить прям серьезно щебенку там песочек хорошо все капитально делает не так как на обычных дорогах хотя вот скажу повторюсь что там был хороший асфальт без ям ровный асфальт а вот дальше по улице туда вправо там не было асфальта вот сколько лет мы тут живем там всегда такие колдобины и просто щебень потому что там обычные дома старенькие обычные люди живут так вот мне кажется так везде во всех городах ладно не будем больше них богом судья я занимаюсь английским а то скажите показала нам и все и больше не занимается вот занимаюсь не каждый день конечно как получается но четвертый урок уже вот сейчас задание дело много ошибок больше ошибок чем правильно вот еще предыдущий урок мой тут пометки себе тела занимаюсь потихоньку и дорисовала своего не помню показывала вам так что я тут вам показывала показывала вот Гомер мой Гомер Симпсон и Барт Симпсон какой-то он странный но потихоньку рисую не каждый день каждый вечер когда время есть сажусь рисую всем доброе утро проводила детей в школу перемыла посуду холодильник почистила сейчас покажу протерла стараюсь когда он мало в холодильнике что стоит стараюсь протирать полочки вот все что я готовила осталось по чуть-чуть в лоточки переложила огурцы тут у нас тут манная каша чуть-чуть осталось потом доедим протерла все вот холодильник пустой надо что-то готовить сейчас вот это все по убираю протираю достала косточку хребет куриный на суп суп сварю на сегодня пасмурно дождь вчера был вечером сегодня нету пока дождя пасмурно сыра прохладно у нас отопление все никак не включат вчера вроде было чуть-чуть забулькала батареях потом такое чувство что слили воду все с батареи шум такой был страшно холодное все но булькает опять они сегодня 16 пока они сейчас настроят концу месяца это все как всегда наверное не готовы к отопительному сезону сейчас хочу пойти искупаться привести себя в порядок потому что вот совсем совсем уже дошла но чувствую себя вроде получше на работу сегодня не пошла вот опять булькает слышите весь вечер такой было это еще тихо посильнее пальчиками заживает по чуть-чуть пойду короче искупаюсь приду себя в порядок кушать приготовлю может быть стирку закину особо так делать ничего не буду вот вчера меня осенило что у кости скоро день рождения у нас верю как на следующей неделе ровно через неделю в цене среда в следующей среде у него день рождения 23 октября имеют что-то я всю ночь не спала я думаю блин мне казалось что далеко до дня рождения тут неделя осталась давай быстро этот подарок думать что подарить мы давно уже думали не знаем что подарить его вообще вот но я кинула сегодня на зоне футов в корзину вечером наверно закажу нужно насчет деньги положить вот и заказать что подарим потом скажу друг будет смотреть видим и сюрприз был в общем так не знаю что подарить на вот на 15 лет прям не знаю телефонному в том году дарили там что ему еще надо вроде придумали с вечером еще раз пересмотрим и наверное закажем все таки потому что что еще другое не знаю подарок нужный и интересный полезный можно так сказать и кстати 23 на день рождения на кости мы идем вечером на футбол опять на стать на большой стадион на ростов арена так что прям кости довольны мы шли недавно через ворошиловский мост и мимо стадиона и там на рекламном щите бы была реклама что ростовцы ска по моему будет играть он к 23 он вау на мой день рождения вот бы сходить короче размечтался так сказать вот захотел сходить наверно не знаю не знаю не знаю и в итоге вчера случайно выяснилось что мы пойдем на футбол вот и теперь я вот не знаю сегодня тоже будем разговаривать получается они придут со школы нужно будет выучить уроки и ехать на стадион опять асфальт стиль и приедем мы уже в десятом часу я вот хочу предложить торт чтобы был вот после футбола когда мы приедем тортиком удар свечки зажечь вот отмечать предлагаю в пятницу вечером здесь в ростове потому что папа у нас по пятницам освобождается раньше и как бы придет пораньше им пораньше поужинаем приготовлю чуть вкусненько ну то что он захочет то что он любит постараюсь приготовить потому что в пятницу ой потому что в среду вот именно 23 у нас как бы не получится муж с работы сразу туда на футбол поедет и мы приедем только вот часов 10 домой как прошлый раз пробка была после футбола в общем сегодня будем разговаривать решать как что и нужно заказывать подарок на счет положить деньги серега и нужно заказать потому что она вроде время есть и как бы доставка там быстро буквально через пару дней но мало ли что бывает такое что задерживается отменяется в общем в общем-то будем думать я уже постепенно списочек накидала что купить нужно к столу и еще будем советоваться покупать торт или мне испечь чизкейк но скорее всего мои выберут чтоб я пекла торт но мне только в радость если честно в удовольствие испечь тортик давно кстати не пекла вот чизкейк но я делала малиновый у меня есть рецепт на канале малиновый чизкейк извиняюсь но можно любой не принципиально малиновый можно прослойку любую сделать нет я думаю с какой-нибудь варенье сделать прослойку с клубничного например да или тоже с малинового можно купить свечки такие отмечать будем сами сами по себе не не знаю си на пятницу договориться может кто-то придет но вряд ли я узнаю что вряд ли кто-то придет поэтому посидим сами вчетвером отметим по домашним такие вот дела ладно пойду посуду убирать и приводить себя в порядок еще хочу видео заснять одно и поэтому для этого нужно выглядеть соответственно и вообще надоело уже вот это вот все хочу нормально себя выглядеть нормально выглядеть ты может и чувствовать себя буду получше сейчас брови пощипаю потому что покрашу еще брови посмотрю может как-то и настроение поднимется и быстрее выздоровлю смотрю на себя и ужасаюсь просто ладно все пошла и так по моему я стала выглядеть намного лучше еще сделала масочку это для новой рубрики снимала видео волосы феном решила не сушить так вот пусть будет живенько пусть отдыхают немножко волосы так поставила воду на бульон сварю супчик и нужно печь второй пирог вчерашний который я пекла его съели уже один кусочек остался это это кирюшин он утром не поел сказал что потом со школы придет съезд в общем заценили мои мальчишки и запросили еще один такой же пирог поэтому сейчас буду печь и напомню вам что рецепт выйдет на дзене поэтому подписывайтесь на мой дзен канал там выйдет рецептик этого пирога вот такой вот простой бюджетный вообще вариант но очень очень вкусный вообще тает во рту просто казалось бы все так легко и просто такие ингредиенты все простые но такой вот пирожок так вот ладно буду с вами общаться прощаться общаться прощаться особо как-то снимать больше нечего чего там с мой суп не видели что ли вот поэтому закругляюсь если что начну новый влог снимать уже на другие немножко темы а пока закругляюсь всем пока пока все ссылочки на дзен на мой телеграм-канал все внизу под видео жду всех пока пока